Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Раздел самых. С этой буквы начинаются стихи с 113 по 120. В данном разделе автор псалма продолжает откровенное признание, почему он отказался одним путем с гордецами. Синодальный перевод не передает тех ярких оттенков, которые являются существенными характеристиками этих гордецов. Так, за русской фразой «вымыслы человеческие» стоит редкое еврейское слово «двуличные» или «двоедушные». Похожий глагол, однокоренной глагол в книге пророка Исаии означает «отрубленный». А отрубленный, если ветка отрубленная, она бесполезная. Эти двуличные люди не просто беззаконники, они по 115 стиху злодеи. Они получают удовольствие от своих злодеяний. У пророка Исаии это определение стоит в одном ряду с грешниками, с сынами погибели, лицемерами, которые говорят нечестиво. Они ошибаются не случайно, неопрометчиво. Они сознательно отступают от уставов Бога. Их ухищрение строится на коварстве. Результатом такого обмана является не просто ложь, а отступничество. Когда люди крепко держатся обмана и не хотят обратиться, это значит, согласно пророку Иеремии, что они пребывают в упорном отступничестве. Какую бы ложь ни сплетали коварные люди, все их ухищрения не излагаются Богом. Греческий текст 118 стиха говорит о том, что Бог относится с презрением ко всем отступающим или, по-другому, уводящим в сторону от его заповедей. Такие люди подобны изгоре, окалине, шлаку, который деляется от серебра в процессе выплавки или переплавки. Столкнувшись с такими людьми, псалмопевец убеждается в своем жизненном выборе. Вот потому я возлюбил откровения твои. Вместо двуличности он любит наставляющий на прямой путь закон Божий. Бог предлагает покров и щит. За образом покрова могло стоить указание на навес над головой или на потаенное укромное место, куда не могут добраться преследователи. Таким покровом и щитом в данном псалме является Слово Божие, на которое он взирает с надеждой. Здесь впервые, единственный раз в псалме он называет Бога Маим. 115 стих псалма «Удалитесь от меня беззаконные и буду хранить заповеди Бога моего». На первый взгляд кажется, что здесь звучит какое-то условие, что, мол, я буду хранить заповеди Бога моего только при условии или когда удаляться от меня беззаконные. Да, в принципе, возможно такое прочтение, но лучше, наверное, было бы понимать и прочитывать этот стих несколько по-другому. Как, например, «Я буду хранить заповеди Бога моего во что бы то ни стало, но вы беззаконные пойдите прочь, удалитесь, не мешайте мне, вы все равно не собьете меня с пути, я все равно буду идти по намеченной мной дороге, но вы меня замедляете». Точно так же мы можем прочитать, например, я так случайно беру, 117 стих. «Поддержи меня и спасусь, и в уставы твои буду вникать непрестанно». Это не значит, что я буду вникать в уставы твои непрестанно только при условии, если ты меня спасешь и поддержишь. А если ты меня не спасешь и не поддержишь, то я не буду вникать в твои уставы. Здесь нет причинно-следственной связи, поэтому вот это «и» лучше было бы понимать, как сочинить мне союз. То есть, да, я нуждаюсь в твоей поддержке, я нуждаюсь в твоем спасении, но все равно, что бы ни происходило, я буду уставы твои познавать, в них вникать непрестанно. Вот и все. Несмотря на близость к Господу и любовь к Его заповедям, псалмопевец не скрывает свой страх и боязнь перед его судом. 120 стих. Такой страх описывает не благоговейный трепет перед святым Богом, а шок. Об этом говорит специальный термин в еврейском тексте. Панический ужас, подобный тому, который, согласно 90-му псалму, нападает по ночам. Такой страх перед Всевышним, от которого никто не спрячется в часть суда, служит воспитательным целям, предупреждая людей о серьезности наказаний за беззаконные поступки. «Неужели величие Его не устрашает вас, и страх Его не нападает на вас?» задает вопрос праведный Иов, обличая друзей в лицемерии. Таким образом, страх Божий — это здравомыслящее рассуждение о том, что с Богом нельзя себя вести легкомысленно. Бог требует исключительной преданности. Он не терпит альтернативных объектов поклонения или религиозного плюрализма. Он — Бог-ревнитель, который реагирует на любое нарушение обещанной Ему верности. «Как напоминает автор послания к евреям, тем христианам, которые по пришествии какого-то времени после крещения стали колебаться, страшно впасть в руки Бога Живаго». Так что, если мы посмотрим внимательно пятикнижие, никаких мультирелигиозных культов здесь быть не может. И когда мы встречаем на каких-то международных саммитах попытки соединить все религии под единым началом, что якобы религии проповедуют об одном и том же. С точки зрения человеческого разумения мы можем так говорить, по-философски размышляя о том, что разные пути ведут к одному Богу. Но с точки зрения Бога, то как Он смотрит на религию? Никакого религиозного плюрализма. «Или я творец и поклонение мне, и тогда жизнь вечная, или не я, тогда пустой ветер, бесы и поклонение им гиена огненная, или, или». И Бог при этом ревнитель, Он не терпит себе альтернатив. Так что здесь не может быть какого-то компромисса. «Или я творец и поклонение им гиена огненная,